Утро на Елисея Привет! Сегодня мы проверим видео, на котором в обычной тарелке с молоком сами по себе пишутся картины. Смотрите. Мне кажется, это какое-то волшебство. На самом деле, картины пишет эффект марангонии, который основывается на разнице коэффициентов поверхностного натяжения разных веществ. И сейчас мы можем это повторить, и я объясню, как это работает. Для начала наливай в тарелку молоко. Теперь добавь красители, чтобы нашему эффекту было чем рисовать. Эффект марангонии уже нафиксен. Но пока получается не так красиво, как в том видео. У нас уже все краски смешались. Как ты думаешь, почему такое могло произойти? Должно быть, так произошло, потому что в красках, как на видео, коэффициент поверхностного натяжения был больше, и он позволял каплям долгое время не растекаться. А коэффициент поверхностного натяжения наших красок был ближе к коэффициенту поверхностного натяжения молока. И капли начинали растекаться. Но внутри себя они уже держались покучнее. Ну давай добавим все равно моёщее средство, чтобы посмотреть, будет ли такая же реакция, как на том видео. Давай. Интересно, в том видео была какая-то другая краска, или это всё-таки миф? Да. Скорее всего, там использовалась другая краска, водорастворимая. Это важно. Например, акварель или пищевой краситель. Так что, если вы хотите повторить этот эксперимент, используйте правильную краску. А чтобы сейчас продемонстрировать эффект марангони, мы сделаем реактивный мыльный кораблик. Кораблик? Ну давай попробуем. Насыпай перец. Кстати, зачем я это только что сделала? Для того, чтобы эффект получился нагляднее. Мы запустим кораблик с помощью всё того же моющего средства. Давай. Да уж. Ну ты же видела, перец начал расходиться. Да, это да. Это и был эффект марангони, который заключается в том, что вещества с низким коэффициентом поверхностного натяжения стремятся перетечь туда, где он выше. Грубо говоря, они растягиваются веществом окружающим его, потому что... Всего протяжения молекул, вещества, которые мы туда капнули, меньше, и оно растеревается. Понятно. А разобраться в сложных законах физики нам, как всегда, помог ученик детского технопарка и физик-экспериментатор Дмитрий. Продолжение следует...